На каких условиях могу её сейчас купить? Теслу решили угнать, кто ж так это делает? Да не ссыте вы, не моя эта машина! Ну а мы проверим насколько она и как защищает. Мы уже в Минске, типа Nissan Qashqai пошли. Никаких подводных камней, даем весь пакет документов. О, хорошо, это удобно для работы. В Минске нет автомобиля? Нет, а когда ожидаются? Так, чем же занимается наш коллектив, посмотрим. А что вы здесь делаете? Работа кипит. Автомобиль был приобретен в Республике Беларусь. А в России такой отсутствует? В России такого нет. Маршрут до Марса. До Марса? Да. До Марса. Купил новый автомобиль, а Майка замерзла. Всем привет! Сегодняшний ролик у нас будет посвящен суровой реальности, с которой столкнулись автомобилисты в нашей стране, вызванные дефицитом новых автомобилей. Искусственное повышение стоимости новых машин на 25%, при этом резкое снижение криминальной стоимости автомобиля перед угоном. Подробнее поговорим об этом и предложим выход из ситуации. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Причиной дефицита стал резкий спрос на мобильную электронику в условиях пандемийной изоляции и остановкой ряда производства в связи с карантином. Помимо этого, в текущем году каким-то случайным образом произошли пожары на 9 крупнейших заводах по производству полупроводников, несмотря на их современность и высокотехнологичность. Как следствие, это вызвало разрыв в цепочках поставок и падение объема производства автомобилей. А продавцы новых машин в дилерских центрах начали на этой волне выкручивать покупателям руки. У персонала автосалонов появились планы продаж, и новый автомобиль без дополнительного оборудования из салона выйти теперь не может. Подскажите, пожалуйста, интересует автомобиль Toyota RAV4? На каких условиях могу ее сейчас купить? Да, конечно, вы можете купить автомобиль, но все автомобили идут с сет дополнительного оборудования. А сколько по деньгам доп. оборудования? Порядка 700 тысяч рублей. К примеру, при покупке Toyota Prado можно получить обязательные условия приобретения допа на 1 миллион рублей, а нового Land Cruiser 300 до 3 миллионов сверх стоимости новой машины. Из таблицы наиболее накрученных допов к новым моделям авто мы видим, в некоторых случаях это увеличивает стоимость до 30%. Кстати, подобная ситуация наблюдается не только в России, но и в других странах. По примеру, Honda, представленный в одном из салонов США, можно увидеть, что накрутка доходит до 55% от стоимости новой машины. В итоге автомобили выходят из автосалона полностью зафаршированные. Часть из них приезжает в сервисы нашей компании по программе Upgrade. Давайте посмотрим, что в итоге получает автовладелец по безопасности в таких машинах. К нам обратился владелец автомобиля Kia K5 для того, чтобы продиагностировать дополнительно установленную сигнализацию в салоне. Расскажите, как приобрели автомобиль и в какую цену вам он обошелся? Николай. Мне удалось купить этот автомобиль по стоимости, которая указана на сайте. И при посещении любого салона мне говорили доплачивать ту или иную сумму. И, к сожалению, она составляла в порядке 20-30, а то и 40% от автомобиля. Меня это не устраивало, но другого варианта у меня не было, кроме купить. И в эту стоимость у меня входил охранный комплекс Pandora, который составлял 108 тысяч рублей. Давайте протестим данный автомобиль, что там и как установлено. Ставьте на охрану. Ну, а мы проверим, насколько она и как защищает. Погнали. Так как концевики встроены в замки дверей, скидываем разъемы жгута, идущие к стойке. Вследствие чего тревоги по открытию двери не будет. Далее, как не раз мы уже показывали в нашем видео, сворачивается личинка водительской двери и проникается в салон автомобиля. Затем ищу установленную док-сигнализацию. При неправильных установках основной блок расположен в легкодоступном месте, либо под рулем, ну или за перчаточным ящиком. Далее скидывается крепление бардачка. Для того, чтобы не было звука сирены и оповещения владельца о тревоге, отключается разъем от сигналки. Затем для восстановления блокировки вход идет перемычка. Далее злоумышленники с помощью заводилки прописывают ключи, либо с помощью ретранслятора передают ключ к автомобилю, заводят, драйв и владелец остается без своего автомобиля. Подавляющее большинство машин после потока установки имеет подобные уязвимости. При этом автовладелец испытывает иллюзию, что у него установлена достойная охранная система и он может спать спокойно. Но подобные вещи усыпляют бдительность и способствуют угону. Однако некоторым автовладельцам все-таки удается приобрести автомобиль без дополнительно установленного оборудования. Вот один из них Nissan на необычных номерах. Мы были немного удивлены и решили задать вопрос автовладельцу. Александр, расскажите, как так вышло, почему автомобиль не на российских номерах? Автомобиль был приобретен в Республике Беларусь в связи с тем, что в России такой автомобиль стоит достаточно дорого. По рекомендованной розничной цене в салонах у официального дилера Nissan мне не удалось найти автомобиль в такую цену. В какой салоне приезжали, всех обзванивали везде. Плюс к рекомендованной розничной цене автосалон добавляет 300-400 тысяч. Поискав информацию, полазив по форумам, видео, я узнал, что можно приобрести машину в Республике Беларусь. То есть машина российского производства, не растамаживать ее ничего не надо. По рекомендованной розничной цене вышла, как на сайте была, так вот она и вышла при приобретении автомобиля. В эту цену мне официальный автосалон подарил колеса, поставили амортизаторы, все по мелочам, подарили тысяч на сто. И все это включало в рекомендованную розничную цену. В России такая машина в районе 2,5 миллионов бы стоила даже больше. После открытия столь интересной подробности в средствах массовой информации вышла новость, которой власти якобы запрещают регистрацию россиянами после приобретения машин в Республике Беларусь. Цены на автомобили в Беларуси сейчас ниже российских от 10 до 30 процентов. В зависимости от комплектации и практически нет дефицита. Поэтому многие за покупкой ездили в соседнюю страну. Но теперь и эту возможность закрыли. Как только продавцы узнают о российском гражданстве, сразу отказывают в продаже. Мы решили проверить актуальность этого способа приобретения. Заодно выяснить другие интересные факты по экономии средств. Ведь у нас единый таможенный союз. И для этого мы отправились в Минск. Все, мы вылетаем. Вот они, видите. Ну, мы живем в Минске, да? Первым делом мы из аэропорта приехали в автосалон Nissan. Дорога заняла у нас примерно 40 минут. Сейчас 11 утра по Москве. И мы зайдем в этот автосалон и поинтересуемся стоимостью автомобиля. Можно ли его здесь приобрести, если он в наличии. Это среднебюджетного размера кроссовер. Типа, Nissan Qashqai, пошли. Так, вы меня сориентируете по тому, что есть? В данном комплектации, верно говоря, есть, в принципе, все. Да? То есть, ну... Нужно знать, что вы хотите. Относительно регистрации этого автомобиля. Никаких подводных камней. Мы даем весь пакет документов, который дают российские дилеры. Также мы даем электронный паспорт транспортного средств, к которому вы едете стать машинами. У нас же не должно быть проблем с установкой на учет, в связи с тем, что все-таки это закуплено в другом государстве. Негатив. У нас по новостям показали какой-то устрашающий ролик, что, типа, нельзя, будут преграды. Скажи так, нам даже звонил российский нефтосалон. Это новостная компания узнавала, продаем ли мы машины россиянам. Да, мы продаем. У нас нет никаких ограничений для того, чтобы купить автомобиль. Да? Граждану Российской Федерации. Какие документы выдаются в Минарке еще раз? В целом стандартные. Это ПТС, справка подтверждающая производство. Оплата. Электронный ПТС. Да. Электронный ПТС, это некая справка только в электронном варианте. Она будет распечатана. То есть, электронный ПТС? Электронный ПТС. Путинезатонный сбор. Даже мы проплачиваем за вас вот эти некие союзные сборы, моменты. Документы о том, что мы являемся официальным дилером. Да. То есть, там можно накладные, товарные, товарный транспортный, накладные копии, то, что машина пришла конкретно из завода. Вот. И одобрение таможенного союза типа транспортного средства. То есть, это весь перечень документов позволяет поставить машину на учебу. В России? Без проблем. Да. Есть прямо вот клиенты в WhatsApp. Я вижу, что вы WhatsApp очень любите. Да. То есть, вот, вверх мы с ним общались. Виделись. Вот, пожалуйста, его. А, и он вам показывает, что... Его машина, да, стоит на российских номерах. Все, понял. Сказка куплена у нас. Окей. Поэтому без проблем. Ну, как я и говорил, вот, моей главной задачей является взять машину за минимальную цену без вот этих безумных накручиваний денег, там, за эти сигнализации, знаете, там, вот эти безумные страховки, какие-то непонятные карты лояльности клиента. Вот в Москве вот это реально доходит до каких-то безумных цифр. Вот. А здесь у вас получается просто, можно сказать, в базовой комплектации. Да, у нас никаких наценок. Машины эти есть вообще в наличии? Нет. В Минске нет автомобилей. Нет. А когда ожидается? Ну, с передним приводом это, скорее всего, январь-февраль. Не надо будет дополнительно там что-то устанавливать, сигнализации какие-то у вас обязательно. Из аксессуаров вы имеете? Да, да, да. Ну, сейчас зима, я думаю, что если вы будете своим ходом отсюда уезжать, вы здесь будете на учет ставить или в России? А вы имеете в виду зимнюю резину надо будет брать? Не, ну, с резиной понятно. Я имею в виду там все остальное. То есть, нет обязательного требования у вас? Нет, то, что вы выберете. Все понял. Могу не выбирать, правильно? Ну, просто я не понимаю, как вы поедете? На летних или на автовозе? Да. Хорошо. Можете без ничего, да. Если вы не хотите ничего, можете без ничего. Вот в этом вопрос. То есть, цена тогда получается сохранится. Отлично, отлично. Итак, мы посетили два автосалона с популярными брендами. Это Nissan и Toyota. Везде нам предлагают новый автомобиль по нормальной взвешенной цене, которая декларирована производителем. Это РРЦ. Без навязывания каких-либо дополнительных оборудований. Однако машину и там, и там придется подождать немножко. Потому что из тех, что в наличии есть, нас не заинтересовали. Тем не менее, нам дают на руки полный комплект документов, который необходим для постановки на учет в России. Несмотря на то, что это сопредельное государство, однако у нас единый таможенный союз. И сейчас мы посмотрим, что интересного можно найти из парка подержанных автомобилей. Погнали! Как мы убедились, в Беларуси при покупке нового автомобиля не требуется устанавливать допы. Да, что в значительной степени позволяет сэкономить благосостояние автовладельца и позволит ему осуществить более эффективный выбор системы безопасности на его автомобиль. Несмотря на то, что нам не удалось приобрести тот автомобиль, за которым мы приехали, это Toyota RAV4, мы обнаружили не менее интересный факт. И с экономической точки зрения позволяющий сэкономить еще большие деньги. Более подробно мы сейчас узнаем у одного из руководителей автосалона. Так, Алексей, смотрите, в связи с дефицитом в России автомобилей, многие автовладельцы стали присматриваться к вторичному автопарку. И я обратил внимание, что вот здесь, в Беларуси, у вас цены значительно ниже на поддержанные автомобили, чем в России. Вот чем это вызвано? Льготный порядок ввоза автомобилей в Беларусь. То есть, несколько лет уже действует в Беларуси льгота на ввоз бензиновых машин. То есть, Беларусь может растаможить там со скидкой 50% не все, но некоторые категории граждан. А в России такое отсутствует? В России такого нет. И таким образом, входная цена для белорусских получателей машин, она заведомо ниже, чем входная цена для россиян, которые привыкли покупать здесь и сейчас с салоном новые машины. И это я говорю про бензиновые машины. И в перспективе, так как западные страны ведут политику зеленой энергетики, и с 2025 по 2030 год каждая страна по-своему собирается избавиться вовсе от бензиновых и дизельных машин, то мы ожидаем, что цены при импорте машин, при ввозе машин будут еще дешевле, еще ниже. Что касается электромобилей, то лучше я про это расскажу вам на нашей площадке, на которую мы сейчас поднимемся, все в цифрах и в деталях. При ввозе электромобиля на территорию таможенного союза необходимо заплатить пошлину 15% от таможенной стоимости, то есть от стоимости, за которую ты ее купил за рубежом. Но это базовая стоимость, которая распространяется и для жителей России, и для жителей Беларуси. Да. Это может либо быть введено, либо сниматься только в рамках всего таможенного союза. Так. Но что касается НДС, каждая страна регулирует по-своему. В Беларуси его не платят ни физлица, ни юрлица. Юрлица не платят с начала 2022 года. То есть это 20% стоимости автомобиля. Да. А можно вот на примере, вот какой из вашей практики самый продаваемый автомобиль, и как в цифрах все это происходит? На самом деле статистика у нас довольно большая. У нас офис в Минске, офисы в России. Это Питер, Москва, Краснодар, офис Польша. И везде самый популярный электромобиль это Tesla Model 3. Угу. А с каких направлений машина приходит чаще всего? Выгоднее всего именно троечку покупать в Америке, Китае и Европе. Если для сравнения брать европейскую модель, модификацию, да, то во сколько она останется с растаможкой здесь в Беларуси и там в России? Самая популярная модификация в тройке это 19-20 год, когда уже есть третий автопилот, это полный привод и, соответственно, батареечка Long Range. Угу. И с Европы модель получится 46 тысяч евро уже здесь растаможенная. А в России? А в России мы еще добавляем НДС и уже получается 55. Ну, по-моему, разница очевидна. Ну, вот моя ласточка стоит, смотри. Что, Ян, непривычно без шампура и фольги в Tesla садиться? А мне больше нравится ретранслятор. Маршрут до Москвы проложен, сейчас время 3 часа дня. Навигатор показывает по времени ехать 8 часов. Ориентировочно к 11 часов вечера мы приедем. Угу. Ну, получается, что из Москвы до Минска мы выезжали с 6 часов утра, возвращаемся в районе 11-12 вечера. То есть, можно сказать, что световой день прошел не зря, потому что мы убедились в том, что в Беларуси можно купить автомобиль по разумным ценам без навяливания какого-то дополнительного оборудования за безумные деньги. При этом есть вполне легальная возможность после этого приобретения поставить его на учет в России, на территории России. Помимо этого, мы еще раскрыли такой бонус, что мы получили бывшие автомобили с значительной скидкой на растаможку в 50%, чего не было бы в России. Купили его по вкусной цене благодаря еще тому, что получили скидку по НДС еще 20%. Опять-таки, в России этого нет. В общем, день прожит не зря, можно сказать, успешно. Еще одним актуальным средством экономии при приобретении нового автомобиля является заказ машины онлайн на сайте официального производителя. При правильном оформлении это можно сделать, минуя договор с дилерским центром, с навязыванием допов, тем самым сэкономить и обеспечить должную безопасность для сохранности автомобиля в дальнейшем. Автопроизводители заявляют о продолжении дефицита в поставке новых автомобилей до конца 2022 года. При условии продолжения роста цен в связи с долларовой инфляцией и дефиците как машин, так и запчастей, мы ожидаем увеличения угона в следующем году под разбор и на запчасти. Поэтому всех призываем обезопасить свой автомобиль, либо, если он у вас уже защищен в дилерском центре, использовать нашу акцию Upgrade, чтобы убедиться в эффективности мер защиты от угона. Подробности об этой акции по ссылке под видео. Ну а с вами были эксперты Угона Нет, оставайтесь в безопасности и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok